Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим! В эти дни эти молитвенные слова звучат для каждого православного человека по-особенному. Что значит поклоняться Древу Креста Господне? Это не просто совершить поклон или приложиться ко Кресту. Святая Церковь призывает нас поклоняться Кресту не только телесно, но и всей душою и всем помышлением Своим. А что это значит? Это значит понимать, кому мы приносим свой поклон. Это значит помышлять о том, кто был распят на этом Древе Крестном. Кто заплатил за нас такую бесценную цену крови своей, чтобы омыть нас от греха, проклятия и смерти? Что значит помышлять и душою поклоняться? Мы должны, дорогие, не просто в храме поклониться, не просто помнить о той жертве, но и проповедовать силу Креста Господня. Мы должны не только носить крестик, мы должны не только осенять себя Крестным Знаменем и поклоняться Ему. Мы должны нести свой жизненный крест на своем жизненном пути. И потому, дорогие, хотелось бы сегодня в эти дни креста поклонения напомнить о том, что многим воинам, для них, особенно сражающихся в бою, идущими на смерть, является боевое знамя. Раненый солдат, потерявший ногу офицер, завидев перед собой знамя своего полка, свое боевое знамя, вспоминает о своих родных, о своих близких, тех, за кого он умирает, тех, за кого умирают его боевые товарищи. И, видя перед собой поднятое знамя, идет и поднимается, невзирая на оторванную руку или ногу, или какое-то страшно болевое ранение. Для всех нас, христиан, это боевое знамя, это крест Христов. И если церковь поднимает этот крест, то как бы кто из нас не был уязвлен грехом, каким-то пороком или какой-то болезнью, недугом или страхом, мы должны ободриться. Мы должны увидеть перед собою Христа распятого ради нас и ради нашего спасения. Потому что через крест мы увидим свет Христового воскресения. Через крест мы увидим победу жизни над смертью, победу добра над злом, победу истины над ложью. И если мы вот так будем поклоняться Кресту, то никакие страхи нас с вами не одолеют. С нами будет Христос. А там, где Христос, там всегда победа. Я приведу вам одну притчу. Как-то один странный монах ходил из города в город, и вдруг на пути ему встречается чума. «Куда ты идешь?» Спросил ее Инок. «Я иду в этот город умертвить тысячу людей». И прошла. Инок пошел молитвенно дальше, а на обратном пути узнал, что в этом городе, из которого он вышел, умерло пять тысяч человек. И снова, входя в этот город с молитвой, он видит выходящую из этого города чуму. И спросил у нее. «Кроме того, что ты зло, ты еще и ложь. Ты обманула меня. Ты сказала, что унесешь тысячу жизней, а унесла пять». А чума ему ответила. «Я унесла только тысячу». Остальные умерли от страха. Как важно нам, дорогие братья и сестры, не бояться, осеняя себя крестным знаменем, веровать в силу честнага и животворящего креста Господня. Вот почему сегодня Церковь оглашает для всех нас слово Господа нашего Иисуса Христа, который сказал. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Давайте не бояться. Кто Бога боится, тот ничего не боится. А кто Бога не боится, тот всего боится. На такого человека нападает такой страх, от которого он умирает. У него повышаются сердечно-сосудистые заболевания, давление и все остальное, потому что он боится. Боящийся не тверд на пути своем. Разве можно с трусом идти в бой? Разве можно с малодушным идти в разведку? Трус – это всегда презрение. И если Христос увидит в нас, боящихся, христиан, которые боятся заболеть, боятся умереть, Христос за нас умер молодым. Он умер за нас в 33 года и не убоялся пойти на смерть и древо крестное. Чтобы мы не держались, и если нужно, значит, отдай жизнь свою за веру, за Отечество, за любовь, за синий платочек, что был на плечах дорогих. Не бойся смерти, тогда она убежит от тебя. А если ты будешь всего бояться, она найдет тебя, даже ты, если не ищешь ее. Сегодня, дорогие, мне хотелось бы в завершение привести вам один хороший рассказ. Он опубликован в книге, которая недавно вышла под изданием Сретенского монастыря. Рассказ называется «Новый Никодим». В нем рассказывается о священнике Анатолии, духовном сыне Архимандрита Серафима. Время советское, время нелегкое, время, когда не так, как мы с вами сегодня живем. Вот мне, например, посчастливилось служить от самого первого камня в одном храме. Вот уже больше 20 лет. А так ведь в советское время не было. Если чуть-чуть батюшка крыльцо отремонтировал, вокруг него прихожане собирались, и его уполномоченный переводил на другую сторону епархии, к нему уже привыкают люди. А если он посадил цветы или какой-то огородик при храме, это вообще ссылали уже. А если он еще и проповедь говорил, то его вообще ссылали за антисоветскую пропаганду. Я помню, и многие из вас помнят моего тестя, покойного протеерия Александра. Он мне говорил, было время, когда вообще не разрешали вводить в церковь детей. И я удивляюсь, сколько сегодня детей ходит в церковь. Мы с вами живые, наследники этих историй. И вот одна из них, которая меня буквально тронула, я решил сегодня вам о ней рассказать. Об этом батюшке Анатолии, который служил с уполномоченным, который был очень злобным человеком. Он всегда следил за тем, что же проходило в церкви. Он подсылал сексотов, что батюшка рассказывает, о чем он там говорит, какую деятельность ведет. И если вдруг он активный, батюшка, то такого сразу нужно куда-то подальше, чтобы, не дай Бог, к нему советский народ, который же должен понимать, что Бога нет. Это же была идеология, не привыкал. Вот так боролись советские структуры с верой православной в то время. Короче говоря, так и не набрав улик против отца Анатолия, уполномоченный, все же с его девятью детьми изрядно помытарил, перебрасывая из одной деревни в деревню, из села в село. А тут еще ему идея в голову пришла. В стране-то то и дело какая-нибудь вспыхивала эпидемия. То гриппа, то кори, а то и вовсе холеры. И сказал уполномоченный местному художнику, напиши мне плакат. Он заказал ему плакат, да покрасивее, на котором бы было изображено следующее. Толстый поп с красно-фиолетовым злодейским лицом, который стоит с чашей и причащает худосочных старух. А на чаше написано «эпидемия гриппа» или «эпидемия холеры». А старухи эти на плакате, отходя от священника, вроде как притыкаются и падают, и ложатся штабелями, уже как мертвехонькие. Развесил уполномоченный эти плакаты повсюду, где только можно, на вокзале, в поликлинике у себя, в кабинете повесил. И вызывает к себе отца Анатолия. Вот Анатолий Васильевич, полюбуйтесь, обращается он к нему по-светски, по имени-отчеству. В стране эпидемия, а вы заразу распространяете, всем одну ложку в рот кладете, не положено так, негигиенично, должен я вам запретить на это время причащать. Санэпидемстанция узнает, я просигнализирую, так мы причащаем во исцеление души и тела, начал было отец Анатолий. Но уполномоченный повторил «запретить». Посмотрел отец Анатолий на эту мазню на плакате, вздохнул, оглядел какую-то плюгавенькую фигуру уполномоченного. Тухленькое такое личико и сочувственно говорит. Я вот тоже иногда думаю, ведь ко мне причащаться всякие люди ходят. У них и туберкулез, и онкология, и гепатит, и что угодно. А я потом, когда они причастятся, все то, что в чаше осталось, потребляю. И лжицу за ними облизываю, и все это палочки, коха, бациллы, вирусы, инфекции вроде как во мне оказываются. Уполномоченный радостно закивал. Вот-вот, переносчики заразы. Все это во мне, задумчиво продолжал отец Анатолий. А я, вон каков, и поднялся батюшка перед уполномоченным во весь рост. А рост у него был под метр девяносто. В плечах коса сажень. Кожа на лице гладенькая, да натянутая, розовая. Так и пышет здоровьем и красотой. А зубы-то ровные, белоснежные, чистый рафинад. А волосы против пляшивого, уполномоченного, что грива роскошная, кудри крупные завиваются. Глаза смотрят ясные, что два сокола. Одним словом, красавец, отец Анатолий, богатырь. Посмотрел, посмотрел на него уполномоченный снизу вверх. И как, так-то пасник совсем, да и скис. Ушел от него отец Анатолий и занялся своими делами. Богослужения, паства, дедушки, матушка. А через полгода появился у него уполномоченный. Совсем желтый такой, скукоженный, засохший, как полевая трава. Смотрит на цветущего священника, красавца, мутным таким взором. И говорит ему, рак, рак у меня нашли, онкологию. Перекрестите меня, отец Анатолий. А потом, дайте мне из этой вашей чаши, которой сами вы причащаетесь. Только в тайне, партийный я. Мне ведь нельзя. Покрестил его отец Анатолий и сделался уполномоченный у него тайным христианином. Вроде евангельского Никодима. Тот ведь тоже членом Синедриона был. А сам по ночам приходил к Иисусу Христу. И когда настал час, собственноручно погребал его, обернув в пелены, умощенные благовониями, алое и смирной. Пусть всем нам этот рассказ будет уроком. И пусть никто из нас не убоится, не только не причастится из чаши Христовой, но и осеняя себя крестом, прикладывайтесь к древу животворящего креста нашего Спасителя. Не бойтесь. А только помните, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Аминь. Аминь.